Добрый вечер, дорогие телезрители! Меня зовут Анатолий Головко, а вы смотрите новый выпуск программы «Время спорта» на телеканале «Самара ГИС». Сегодня мы познакомим вас с пауэрлифтингом, а поможет нам разобраться в этом вопросе абсолютный чемпион мира, Европы и России, победитель всемирных игр, четырехкратный чемпион мира, рекордсмен мира по пауэрлифтингу в супертяжелом весе Андрей Коновалов. Его лучшие результаты поражают воображение. В приседании 492 килограмма, в жиме лежа 380 килограммов и 390 килограммов становая тяга. Андрей, добрый день! Приветствую! Приятно с вами познакомиться. Первое, что хотелось бы у вас уточнить, к чему сейчас готовитесь и с каких соревнований приехали? Как успехи вообще? Неделю, как приехал с Кубка России, который проходил в Калуге, который в штатном режиме выиграл. Готовлюсь. Дальше будет международный турнир в городе Тула, где примут участие порядка 20 стран. И, соответственно, я буду представлять также супертяжелую категорию. Турнир будет международным. Как вы считаете, конкуренция будет у вас вообще на этом турнире? Я предварительной номинации конкурентов не вижу. Соответственно, я с большим отрывом иду в рейтинге. В целом, в некоторых категориях будет интересная борьба. Порядка 15 стран дружественных заявились. Очень ждем этот турнир, потому что он позволит спортсменам проявлять себя на международном помосте. Матерым сборникам не терять хватку. Тем спортсменам, которые никогда не выступали на международном турнире в сложившейся ситуации, это будет очень приятная и важная возможность. Вы на какое место рассчитываете? Только номер один. Класс. Ну, тогда у меня банальный вопрос достаточно к вам, как у спортсмена-любителя. Пауэрлифтинг. Достаточно обширный такой вид спорта. Много весовых категорий. Популярен он достаточно и в стране, и в мире. Чем он вообще отличается от обычной физкультуры, от обычного фитнеса? Или есть все-таки какие-то схожие элементы? Очень несложно начать тренироваться пауэрлифтингом. И если вы пришли из фитнеса или из общей физкультуры, это будет очень понятно, потому что базовые движения в целом, силовые базовые движения, приседания, жемлежа и становая тяга, это, по сути, развивающие силовые либо подсобные упражнения как в фитнесе, так и в других видах спорта. Очень часто спортсмены общаются со штангой как раз в этих движениях, в прикладном смысле, да, легкие атлеты, борцы и так далее, и там подобное. Вообще множество спортов, это, по сути, база силовая. Здесь в пауэрлифтинге силовая база является соревновательным движением, поэтому задача постоянно оттачивать мастерство и растить силу, чему, собственно, посвящен наш спорт. Разминка – один из ключевых элементов, который поможет вам показать хорошие результаты и не навредить здоровью. Пренебрегать этим точно не стоит. Андрей Коновалов расскажет, как правильно разогреть мышцы. Мы начинаем нашу незатейливую разминку с прокатки диагностики наших мышц, используем ролл, который является орудием именно этого миофасциального релиза. И начнем мы, конечно же, снизу, с нашего фундамента, с ног, начнем прокатывать бедра, широкую фасцию бедра, та мышца, которая отвечает за все движения бедра. На ней замыкается почти вся моторика, поэтому важно продиагностировать. Ложимся на бок, ставим под бедро ролл и раскатываемся. Что мы сможем узнать вообще вот таким образом, если простым языком? Простым языком, если будут болевые синдромы, точки, соответственно, значит, там мы подзатекли и надо немножко разогнать кровь. Соответственно, сделать так, чтобы кровоснабжение мышц было должным образом. Если мы находим прям не область, а точку, мы упираемся, ищем эту точку и пытаемся ее сместить на пару миллиметров очень короткими движениями. Таким образом, это мышечный спазм, на который мы воздействуем, и его отпускает. Его отпускает, и мы чувствуем некое облегчение, легкость в данном участке. И таким образом, пройдя все тело, мы даем своему телу обратную связь, насколько мы закрепощены. Это информация уже для нашего процессора, для головы. Есть спортсмены опытные, либо работают с опытным тренером. Идет команда на тренировку, что надо, например, внимательнее работать на моторику бедра, если там есть такие точки. Просто по разминке голова уже сама проецирует, что здесь просто некие есть недоразогретые мышцы. И эта информация позволяет правильно включаться. Если у нас такого процесса бы не было, организм воспринимал без вот этой раскатки, как некие блокировки. И он начал включать другие мышечные цепи, чтобы обойти этот узел. А нам надо его именно задействовать. Таким образом, легкий небольшой спазм, который может образоваться от долгого сидения на кресле, на офисном стуле, у студента, у школьника, на скамье, получению знаний. Он может как бы повлиять на тренировку негативным образом. А если мы делаем эту раскатку, то мы более функциональны и вооружены. После раскатки приступаем к выполнению упражнений. Я выбрал для себя один из самых популярных элементов в пауэрлифтинге – жим лежа. Когда люди встречаются и узнают, что оба ходят в зал, как правило, вопрос задает следующий. А сколько жмешь? Ну, это классика. Поэтому самое популярное упражнение – жим лежа. Я сейчас покажу, наверное, какие-то основные моменты, которые я бы хотел увидеть у тебя в движении. И посмотрим, что из этого выйдет. Давайте, очень интересно. Соответственно, спортсмен занимает положение таким образом, чтобы столпы, ягодицы, лопатки и голова были прижаты к поверхности. Это важно. То есть мы не отрываем таз, не отрываем ноги, голова и лопатки все время вдавлены в лавку. Это наше устойчивое положение и это же критерии для оценки в пауэрлифтинге. Так делать наиболее верно, что новичку, что необходимо делать спортсмену в пауэрлифтинге в том числе. Занимаем стартовое положение. Не дурно будет прогнуть грудной отдел. Таким образом, мы не только немножко сократим амплитуду, но и включим больший каркас мышц. Мы подключим спину к работе. Все пучки дельт. В отличие от ровного положения, где работают в большей степени руки, потому что амплитуда увеличивается. Уже более серьезная нагрузка, отвлекающая внимание у грудных мышц, потому что диапазон, где грудные работают, он также увеличивается. И плечо тоже больше вовлекается в энергетическую работу, то есть больше сил отдает, чтобы, соответственно, уже стабилизировать положение штанги, потому что идет нагрузка на руки. То есть при этом мы спину не опускаем, когда уже поднимаем? Нет. Мы, соответственно, нам надо наоборот прогнуться и сохранить такое положение на всем промежутке движения. Выводим штангу, фиксируем на вставленные локти, фиксируем упоры в поверхность и смещаем немного штангу в сторону ног. Фиксируем паузу, выжимаем. Пауза достаточно полсекунды, чтобы штанга остановилась. Хоп, и выжимаем. Когда опускаем немножко в сторону ног, уводим штангу. Когда выжимаем немножко в сторону головы, возвращаем ее в исходную точку. Таким образом, у нас упражнение будет считаться выполненным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обычно в наших выпусках мы рассказываем о том, как сбросить вес. Но сегодня сделаем исключение. Андрей Коновалов знает все о наборе мышечной массы и готов поделиться секретом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы должны как следует поработать, чтобы ваши мышцы закислись, будь стресс. Если есть стресс, то мышцы начнут жадно поглощать белки, жиры и углеводы. Белков должно быть в достаточном количестве, не меньше, чем 1 грамм на килограмм массы. Я советую, безусловно, мясо в различных его вариациях. Рыбу, птицу, красное мясо. И, соответственно, надо также понимать, чтобы мышцы были в необходимом количестве углеводов. Если ваша тренировка длится час, то достаточно за полтора часа до тренировки принять гарнир, углеводный прием, чтобы вы были на хорошей энергии, не на дефиците. Если ваша тренировка длится 2 часа и более, то вы должны поддерживать уровень сахара на тренировке, потребляя соответствующее питание, тейзотоники, гейнеры. Все, что поднимет локально ваш сахар на тренировке, не перегрузит ваш желудочно-кишечный тракт. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал сильным и выносливым, стоит задуматься о том, чтобы отдать его в секцию по занятиям пауэрлифтингом. Я рекомендую отводить детей в секцию, начиная с 10 лет, так как ставится общая физическая подготовка и техника выполнения упражнений. По сути, закладывается спортивная мудрость, спортивные привычки. На соревнованиях, которые проходят в нашей Федерации, выступают группы до 18 лет. Идет за счет, в том числе, и до чемпионатов мира. А на локальном уровне Самарской области есть категория до 14 лет. Соответственно, чтобы спортсменам было интересно соревноваться. Записать своих детей в секцию можно по адресу Карла Маркса 473, у самого квалифицированного тренера, у председателя Федерации Самарской области пауэрлифтинга. По совместительству моего тренера Полякова Александра Александровича, это педагог с 30-летним стажем, на которого можно положиться и отдать самое дорогое, что у вас есть, это воспитание детей. Приводите детей в секцию, заряжайте их здоровьем, спортом и воспитанием. Соревноваться в равных условиях с абсолютным чемпионом мира просто бессмысленно. Поэтому мы придумали челлендж, в котором я, наконец-то, не уступил нашему герою. У вас будет жим соревновательный, то есть тот, который мы сейчас сделали. Руки можно ставить по рискам, вот они здесь есть. Это 81 сантиметр по правилам Международной Федерации. Спортсмен должен, как минимум, закрывать указательным пальцем и уши настолько, насколько ему удобно. Шире браться нельзя. Я же, соответственно, сделаю хват узкий. Я сделаю, чтобы руки были параллельны друг другу. И, соответственно, буду делать трехсекундные паузы. То есть мало того, что я возьмусь узко, то есть у меня будет больше амплитуда, мне будет сложнее. Я еще буду делать долгую паузу, чтобы сместить нагрузку на грудный. А вес нам подскажет практика. Понятно, что мы не будем соревноваться на одном весе. Но технически у меня более сложные движения. По факту в соревновательном хвате бежать проще. Три, четыре. Выводим. Жим. Раз. Жим. Два. По командам. Жим. Три. Хорошо. Жим. Четыре. Не халять паузу. Жим. Пять. Касайся груди и паузу. Жим. Давай-давай-давай-давай. Шесть. Подыши. Подыши. Настройся. Жим. Давай-давай-давай-давай. На меня-на-меня-на-меня. Хорошо. Ну, придется попыхтеть. Итого семь повторений? Семь повторений. Семь повторений. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три Так что не так все просто Челлендж был справедливым Это было очень страшно Я прямо переживал за вас Спасибо вам огромное Было очень приятно с вами побеседовать Я желаю вам, Андрей, конечно, чтобы пришли новые спортивные успехи Чтобы вы на международных соревнованиях всех порвали Спасибо, успехов вам Таким получился этот выпуск Надеюсь, что вам понравилось Андрей Коновалов вдохновил вас на новые рекорды и большие победы А сейчас коротко расскажем о главных спортивных событиях региона Крылья Советов и Нижний Новгород показали болельщикам настоящее шоу Подопечные Игоря Осенькина уступали вплоть до 92-й минуты Но в компенсированное время они сумели сравнять счет В последней атаке хозяева заработали и реализовали пенальти 2-1 в пользу КС Дружина Сергея Базаревича в дебютном сезоне единой лиги показывает достойные результаты Накануне баскетбольный клуб «Самара» без особых проблем разобрался с Минском На выезде и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Горожане продолжают погоню за «Зенитом», «ЦСКА» и «Униксом» На этом наш выпуск завершен Занимайтесь спортом и берегите себя Пока